Культпоход выходит при поддержке ООС СЗК «Стэн». В Кирове 12 часов и 5 минут. Сегодня пятница, 5 мая. И да, это традиционное время для программы «Культпоход», которую мы начинаем вместе с Даритой Пузлеевой. Да, сегодня так. И Владимиром Сметанином. Не можем расстаться на этой неделе, но, видимо, на предстоящие четыре-то выходных праздничных дня точно расстанемся. Сегодня мы приветствуем в нашей студии представителей галереи «Прогресса». Собственно, будем говорить о событиях, которые непосредственно связаны с этим учреждением. Натали Пышко, арт-директор галереи, с нами. Добрый день, Натали. Привет, друзья. И Георгий Булдаков, художник. Мы договорились, мы скромно представим художника. Натали может что-нибудь еще и добавить, расширить этот список. Добрый день, Георгий. Всем здравствуйте. Да, можете познакомить нас сразу поближе с художником Георгием. Я рада познакомить, потому что галерея, она и создана для того, чтобы знакомить людей с художниками. Этот художник сейчас на Вятке, это очень приятно. До этого он у нас где только не был. То есть он жил у нас и в Киеве, он жил у нас в Германии. Он очень много, я так поняла... Можно я спрошу, родина это Георгий. Вы какое место все-таки считаете? Киров, конечно. Да, родился у нас на Вятке. Я закончил училище имени Рылова. Друг и ученик художника Самсонова, небезызвестного на Вятке. И, конечно, всем своим творчеством он несет нам такую, можно сказать, современную культуру, современное искусство и свой новаторский подход. О чем говорит, в общем-то, эта выставка, которая у него открылась вчера, галерея прогресса, называется «Столкновение». Давайте возрастное ограничение сразу. Плюс 12. Плюс 12. Да, все верно. Вчера стартовала выставка работ Георгия. Продлится она практически до конца июня, как указано на сайте галереи. Не знаю, может, об этом неприлично спрашивать, но все-таки вот техников, которые творит Георгий, это как называется? Техника холд-масла. Холд-масла. Так. Это современная живопись. Там разные направления. Поближе еще к микрофону, да? Да, разные направления и разные стилистики. Большой зал, зал абстракции, предоставлен абстракциям, а там уже другие, два поменьше зала, они уже в других стилистиках и в других направлениях написаны, картины. Какой период охватывают работы? Ну, период, когда я здесь жил с 19-го по 23-й, вот так. То есть примерно 4 года, да, в течение 4-х лет создавали работу? 4 года, да, в Кирове и работают. Насколько часто вообще вы выставляетесь? Выставки вашей профилактики? Здесь вторая выставка, да. Две уже было, галерея, но она была из двух частей. Это выставка «Отражение» и выставка «Виват Натура». Это была выставка, где художник написал серию пейзажей из одного окна, как восхищение природой, то есть где каждый раз новый-новый вид вроде бы из одной точки. Просто уникальная выставка. И выставка «Отражение». Это была выставка «Обнажённые натуры». И сейчас вот это продолжение, одна часть продолжения как бы отражения получается. Да, развитие темы. Да, развитие темы. И эта серия называется «Цирк». Художник в молодые годы, как и все художники, которые не могли быть свободными художниками во время Советского Союза, он работал в цирке два года. Юргий, кем вы трудились? Художником. Художником. То есть оформляли, да, в том числе? Конечно, да. Все необходимые. Там была же принтеров, как и формат. Прекрасная мастерская. Делали афиши. Афиши в том числе, да. Ой, слушайте, я иногда так скучаю по этим врисованным афишам. Декорации, да. Сейчас же все, принт, принт, да, печать, печать. То есть цифровая такая основа, когда это сделано руками. Да, было здорово. В общем, вы в том числе этим занимались. Так, дальше. Да, и в кинотеатрах работал. В кинотеатре работал. Ныне Гауди Холл. Да, Победа была. В кинотеатре Победа, да, где он нарисовал однажды такую уникальную афишу, которая просто взорвала зал. То есть буквально были все билеты распроданы. Были нарисованы такие длинные ноги в колготках, сеточка, которые привлекли. Интригующе, да? Интригующе. Мне сказали сделать рекламу, чтобы пошли люди. Я сделал. Все пошли, но там не было того, что они ожидали. И вот рядом прокуратура. И, значит, на третий день... Она там и находится. Да. Видать, кто-то пошел и не увидел тоже, и приказал смыть. Мне сказали, смойте. Я говорю, не буду, вы же мне сказали, сделайте. Ну, потом прихожу, они сами смывают. То есть такой эротический подтекст, да, был у этой афиши? Там такие ноги большие, и туда человек так заглядывает. Интересная находка, да. Так, и вот выставка в галерее. Ну, вопрос, конечно, банальный, но без него не обойтись. Почему столкновение? Да. Столкновение чего с чем? Кого с кем? Ну, так сказать, если по Киркегору человек единства противоположностей, то эти противоположности постоянно сталкиваются внутри человека. Ну, и не только внутри человека. И любая драматургия основана на столкновениях характеров, персонажей, личностей. Мужчины и женщины, красоты и уродства. Ну, и святой тьмы, наконец-то. Ну, даже в поговорках это отражение есть, да, нашла коса на камень. Вот, да, столкновение, да. Сколько работ всего представлено на выставке? В большом зале представлено 20 работ, это абстракции. Можно сказать, наш художник как будто бы сто лет назад, как Кандинский, создал серию абстрактных полотен, монументальных, больших полотен, которые просто зажигают. Вот ты заходишь в зал и просто понимаешь, что это очень мощно. То есть в Кирове такого просто нет, поэтому срочно все идите смотреть. И малые залы, там серия цирк, тема музы, танцовщицы, пилигримы, клоуны. Ну, цирк. Да, тема цирка, тема красоты, какого-то гламура даже, может быть. И еще также там две такие темы раскрыты, очень яркие, это художник и муза. То есть как рождается импульс создать произведение, и как его видит художник, его выражение. Ну, раз уж про музу заговорили, Георгий, как с ней взаимоотношения-то обстоят? Кто она? Она меняется на протяжении... Ну, она дамокомпризная вообще. Когда захочет, приходит. Когда захочет, уходит. Какие-то приемы есть, чтобы ее... Удержать. Да, или поспособствовать тому, чтобы она возникла. Бывает, так сказать. Пытаюсь всеми силами из кожи лезу вон, чтобы удержать. Но не всегда получается, конечно. Ну, здесь в афише выставки на сайте галереи «Прогресс» вот как раз работы приведены некоторые, которые там присутствуют. Вот там, кстати, дама в такой широкополой шляпе. Это случайно не она, не муза? Одна из музеев. Или одна из музеев, да. Ну, жуть. Расскажите, кстати, какую-нибудь работу, возможно, из той, которая легла в основу всей выставки, или та, которая была написана первой, после возвращения в Киров. Ну, я думаю, что две ключевые работы, наверное, это одна столкновение, работа, которая послужила названием выставки. Последняя, да. Наверное, самая работа – это как посещение пещеры. Посещение пещеры, да. Да. Расскажите, может быть, о посещении пещеры. Очень мощная тоже работа, монументальное панно. По 60-м, по 50-м форматам. Чуть поближе, Георгий, еще немножко подлилется. Ну, эта картина была задумана еще лет 35 назад. Я просто не знал. 35 лет картина вынашивалась, можно даже сказать. Ну, она нет, не вынашивалась, она задумалась так. Тогда еще вот, она еще такое было, сырое название – «Оттепель», это когда вот еще перестройка, вот все вот эти дела начались, вот такой сон увидел. И потом вот разработал эту композицию, хотел ее написать. Ну, вот никак не мог форму найти. Потом вот сейчас вот мне сын посоветовал, говорит, написать, говорит, такая, говорит, тема прекрасная. То есть вы с ним поделились, с сыном задуманной своей, да, показал все эти эскизы, и вот он меня как бы сподвиг на эту картину. Ну, и форма нужна была какая-то вот современная, то есть какой-то ход такой нужен был художественный. Ну, поначалу она, кстати, как-то не случилась, а потом как бы завершил в раз как-то. Ну, получилось, короче. Ну, это тема красоты его родства. То есть ключевая, можно сказать, такая идея. Ну, да. Красота и уродство в чем? В природе, в человеке? Внешне, внутренне. И внешне, и внутренне, да. Там как бы, ну, если описать ее чисто внешне, там пещера с такими... Ну, даже не с обезьянами, а людьми, которые уже опустились до образа обезьян, и в этой пещере является такая обнаженная красивая девушка. Олицетворение красоты. Ну, да. Как бы образ, такая метафора. Вот, ну, если... 35 лет думали над этой работой? Нет, я не думал, а просто я вот ее тогда задумал, а потом, ну, как бы... Сама-то работа. За какое время родилась сама-то картина? Ну, вот, буквально, вот, за последнее время. Это одна из последних моих картин. Последняя, можно сказать, последняя картина. Вот, буквально несколько месяцев назад. Ну, сколько... Несколько месяцев она и заняла? То есть, вот, от первых мазков, что называется? Ну, сколько... Сам процесс создания? Ну, нет, она несколько... Может, недели-две, может. Такие монументальные произведения мало кто в Вятке создает. Разве что, наверное, Александр Мочилов. У него такие большие работы. И вот Георгий, он тоже замахнулся на такие огромные форматы. С одной стороны, даже сложно найти место, где бы можно было бы её повесить, если бы это не галерея. Чтобы она вписалась прямо в пространство. Да, то есть, это такая масштабная работа. И когда во тьме пещеры у костра, да, сидит прекрасная голубоглазая девушка или синеглазая, да, и из тьмы выходят какие-то некие сущности, которые её обнимают и всячески пытаются её затронуть. И это, видимо, та самая красота, которая должна спасти мир. Хотелось бы. Но мне кажется, тут-то вот как раз она обречена, вот в этой пещере. Ну, просто она должна явиться, чтобы её видели, по крайней мере. Обречена, в смысле, на гибель некую. Ну, может быть. Её всё равно... Её пока меньше. Меньше пока. Её пока меньше. Тёмная сторона её всё равно как-то вот задавит. Нужно ли как-то готовиться к просмотру этих работ картин? Да, посоветовать сейчас нашим слушателям, те, которые в прямом эфире слушают, в записи будут слушать. Настроение, когда напитаться настроением. Я так понимаю, ведь нельзя ждать каких-то вот прям конкретных образов, да? То есть ты видишь и понимаешь, что это. Тут всё-таки некий процесс размышления должен быть, да? Согласна. К тому же у нас две всё-таки выставки. То есть одна серия цирк, вторая серия абстракции. И вот серия абстракции «Столкновение», которую мы назвали, она такая скорее яркая, инстаграмная, такая дизайнерская. Те, кто любит много красивых фоток, вам туда. А вот серия цирк, она тоже достаточно яркая, но она больше именно вот про это путешествие души сквозь мир. И фактически цирк, как и театр, да, это и есть наша жизнь. Фактически каждый из нас, когда-то он клоун, когда-то кто-то Коломбина, кто-то Орликин. Приходится менять роли, маски, да. И там даже есть такая работа Орликина и Коломбина, срывающие маски. Снимая маски. Да, много-много-много масок, много слоёв, и сколько бы они их не снимали, они всё время остаются всё равно в маске, потому что уже это количество ролей, это наш мир, это наша жизнь. Нам приходится представляться всё время, да, кем-то. Увы. Увы, да. Но, да, к таким мыслям рано или поздно, да, приходишь. Ещё раз напоминаем, что выставка открылась вчера. Будут ли до 26 июня какие-то встречи с вами, Георгий, встречи гостей галереи? Вот вчера у нас открытие состоялось, и на этом открытии был интересный концерт на физгармонии 19 века, готическая органная музыка, прозвучали части сюиты Клеромбо, а также Иоанн Себастьян Бах, токката Рэй Минор. И мы хотим продолжить вот эту серию концертов, поскольку вот эта монументальная готическая органная музыка очень здорово сочетается с... Дополняет этот визуальный ряд. Да, с этими монументальными абстракционистскими полотнами. И, кстати, очень часто художники-авангардисты 20 века, начала 20 века, сочетали именно музыку и абстракцию. И, например, тот же самый Кандинский писал, что я вижу, что, например, звучание меланчели – это фиолетовый цвет, звучание флейты – это голубой цвет и так далее. Он вообще хотел видеть живопись, такой же абстрактной, как музыка. Ну, идея такая, да, довольно интересная, да. Напоминаем, что выставка будет проходить до конца июня, как сказала Наталья. Спешите, да, увидеть. Люди идут в целом? В целом, да, конечно. Интересуются. Это необычный художник, сразу могу сказать. Выставка нестандартная для Кирова. Фактически вы, можно сказать, словно съездили куда-то за границу, потому что сама галерея, она сделана в таком очень современном стиле Нью-Йоркских галерей. Это белое пространство и вот эти монументальные яркие работы. Но это редкость. Вот очень многие люди приезжают... Нестандартно именно из-за размера работы? Размер, цветовая колористика. Это нетрадиционная кировская живопись, где у нас любят приглушать цвета. Здесь именно вот такие цвета, они достаточно открытые. И может быть, это даже для кого-то достаточно кичёво, может быть. Кричащие, кислотные. Да, но в этом и смысл столкновения. То есть художник, создавая произведение, абстракция создаётся, как правило, не просто так. То есть её всё равно создают из некого такого внутреннего импульса. То есть до этого готовятся, медитируют, не спят ночью. А потом делают вот этот выплеск. И вот эти выплески, они действительно есть. То есть это очень энергетичное такое положение. А вот эти приглушённые цвета, это какая-то отличительная особенность кировской школы? Ну, конечно, конечно, да. Прекрасная наша школа русского реализма, наша школа Рылова. Огромный привет всем, кто слышит нас, кто закончил художественное училище Минирового. Ведь наш-то художник тоже её закончил. И тоже, в общем-то, исходя из школы этого нашего русского реализма, пройдя очень много других ещё школ, да, то есть в Киево-Печёложской лавре, да, реставрировал фрески, писал иконы, да. То есть есть опыт, да, написания икон был. Да, конечно, да. Георгий скромный. То есть у него очень большой вот опыт именно в создании разноплановых работ, да. И вот это новая у него тема. А где, Георгий, была вот эта точка перехода от приглушённых цветов совершенно, да, нетипичного? От принятой классики для нас, да, такой можно сказать? Ну, от приглушённых у меня сразу как бы это... Или всегда душа, что называется, хотела парить. Тенденция, она уже сто лет, как продолжается в искусстве. Это у нас просто немножко она как-то не приживается. Канон у нас держит, старается. Да, такой советский, что ли, не знаю. А все приверженцы вот, ну, искусства мирового, то есть они всегда прибегали к таким ярким краскам. Ну, то есть это же началось ещё вот с постимпрессионистов, там, с Ван Гога, когда они очищали палитру. И потом это уже и Матисс, и Пикассо все уже писали только... Ну, краски, они же... У них такая была ещё задача, что как бы краску взять в чистом виде, и чтобы вот эта краска работала цветом. Чтобы цвет, вот эта краска, чтобы цвет вот был на пределе. И не смешивалась ни с чем вот так вот. Ну, приходится, конечно, да, да. Но где-то она, да, где-то вообще чистая, а где-то там чуть-чуть в края, там в касание где-то идёт небольшое смешение. Я напоминаю, что наша программа «Культпоход» — это ещё и розыгрыш всевозможных призов. У нас книги, как обычно, есть билеты. Мы чуть позже озвучим этот весь список. Задавать вопросы вам, наши слушатели, будут наши гости. Отвечать на них можно, позвонив по прямому номеру 211-101. Скоро мы начнём задавать вопросы. И, кстати, один вопрос уже по традиции будет в нашем телеграм-канале. Телеграм-канал нашей радиостанции «Кировград». Если вы ещё не подписались, заходите, скоро я туда запущу этот вопрос. Но он такого будет общего плана. И перед тем, как мы на рекламу уйдём, у нас есть ещё 5-6 минут, мы хотим очень ещё рассказать о мероприятии, которое 14 мая ещё пройдёт. 14 мая галерея «Прогресса» совместно с большим количеством участников, творческих людей, мастеров нашей «Вятки» делает арт-маркет. Арт-маркет – это такой прекрасный выходной. Это будет воскресенье. Надеюсь, будет хорошая погода. И так как у нас открытие туристического сезона, мы его поддерживаем арт-маркетом на улице Спаской. Открытие туристического сезона у нас будет днём раньше. 13-го, насколько мы помним. Да, 14-го – это продолжение. Продолжение, да, открытие. И это улица Спаская. Вы знаете, многие мечтают о том, чтобы она стала пешеходной. Так, собственно, нам её обещали вроде. Обещают нам. И вот теперь потихонечку начинаем пробу пера, так скажем. И по выходным она будет пешеходной. И мы прямо вот и закроем эту улицу своим арт-маркетом. То есть… В самом начале. В самом начале, да, около дома Виттберга. И это будет не просто ярмарка искусства, дизайна, творческих людей, но ещё это и будут и музыка, и поэты. Выступят группы Эль Танго, группа Инфаркт. То есть лидер группы Инфаркт. Старички тоже даже вредут. Да, поэты выступят, молодые и не очень. И я думаю, что будет… А, ну, конечно же, диджеи. Конечно же, диджеи. То есть это будет такой всеобщий выходной для молодёжи, для людей среднего, для любых людей, которые любят красоту, искусство и просто готовы вместе с нами провести этот день на свежем воздухе. В анонсе… Да, в анонсе вот я смотрю время. Во сколько начнётся? Начало с 11, окончание в 19.00. То есть будет прям весь день. Весь день, да. Возрастное ограничение тоже нам нужно назвать. Возрастное ограничение, я думаю, что 0+. В течение всего мероприятия будет звучать музыка, будет фудкорт. То есть можно будет попробовать какие-то вкусности. Также… Причём вегетарианское тоже будет кухня. Вегетарианское, да. Или только вегетарианское. Только вегетарианское. Только вегетарианское, да. Обычное полно вокруг. А на фудкорт вы какие-то известные кафе, рестораны приглашаете? Или это прям вот отдельные люди будут что-то делать? Они существуют уже давно. И, в общем-то, у них такая выездная, как правило, торговля обычно. Вот там это пирожки какие-то, специальные буррито, ну, вегетарианские и так далее. Это, чтобы, видимо, взять в руку, и можно было уже идти. Всё-таки стритфуд. Ну, и сама атмосфера, просто когда на улице играют музыка, это уже праздник, согласитесь, да. Особенно если погода хорошая. А если, кстати, не повезёт с погодой, вы предусмотрите какие-то навесы? Ну, у нас, конечно, да, и будут стоять тенты, да, специальные навесы, палатки. Увидите зелёные полосатые палатки, это мы, друзья. А вы, я прошу прощения, я просто знаю, что 13 мая с Пасху будут перекрывать, а 14-го тоже? Или вы будете вот на площадке у дома Гитберга? Нет, 13-го будут с Пасху перекрывать музеи, а 14-го будут уже творческие люди не из музейных институций, а... Свободные художники. Свободные художники, понятно, я скажу. Да, да. Ещё раз напомним, что всё это будет 14-го мая, в воскресенье, рядом с домом Витберга вы собираетесь разместиться. Мастер-классы, смотрю, тут ещё какие-то в анонсе указаны, что там можно будет своими руками что-то изготовить, в том числе? Мастер-класс будет, да, по созданию оловянных солдатиков. Ага. Да. Вот. Сейчас возможно... Почему такой выбор? Почему такой выбор? Мастер-класс по созданию оловянных солдатиков. Ну, собственно, тут же оборудование для того, чтобы ещё плавить нужно, видимо, да? Да, 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 там будет плиточка стоять, будут специальные формочки, можно будет сделать своё поле боя личное. Вот. Ну, посмотрим, что ещё будет, какие появятся мастер-классы, сейчас ещё идёт регистрация. Да, вот давайте о ней скажем. А кто, вот, кого, кто может принять участие? Любой творческий человек, который готов... Что можно принести? Что можно принести. У нас даже будут продукты, например, пчеловодство даже будут, да, даже мёд можно принести. Вот. А так, в основном, это украшения, это одежда разная дизайнерская, это керамика авторская, это какие-то сумочки, корзиночки, вот кто что во что гораст. Наши руки не для скуки, нам покоя не дают, поэтому по вечерам, долгими зимними вечерами, то, что наплетено, нарезано, всё, вот, всё несите. В общем, да, абсолютный полёт, абсолютная свобода, да. Минута до рекламы. Напоминаю, что в гостях у нас Наталья Пышко, арт-директор галерии «Прогресса», художник Георгий Булдаков. О выставке мы под названием «Столкновение» немножко уже поговорили. Вернёмся, возможно, если позволит время. Скоро мы начнём разыгрывать призы, да. Наши гости уже готовы задавать вопросы. И прямо сейчас в наш телеграм-канал «Кировград» я запускаю один из вопросов. Я его вот сам прям туда написал, просто знал, что у нас в гостях будут художники. Об этом творчестве мы будем говорить. У меня вопрос связан с Леонардо да Винчи. Пожалуйста, обратите внимание. А то есть ты его не озвучиваешь, да? Я не озвучиваю его, да. Пусть читаю только в телеграм-канале. Знаете ответ на этот вопрос. Срочно звоните, 211-101. Ну, а мы уходим на рекламу. Давайте не будем ходить вокруг да около. Сразу же примем звонок, да. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, вы заглянули в наш телеграм-канал. Увидели, что там за вопрос, да? Да, увидела. Да, ну, сейчас-то уже его можно озвучить. Связан вопрос с Леонардо да Винчи. Принято считать, что он одинаково хорошо владел как правой, так и левой рукой. Есть термин особый, да, которым называют таких людей. Лево-право-руких. Что за термин такой? Амбидекстре. Конечно, да, вы абсолютно правильно ответили. И приз там тоже в телеграм-канале у нас был сфотографирован. Вы получаете два билета в кинотеатр «Смена». Поздравляем вас. Спасибо большое. Да, не кладите, пожалуйста, трубку. Нашему редактору вас передадим. Перед тем, как наши гости начнут задавать вопросы, быстренько озвучим список призов. Один приз ты уже озвучил. Пригласительный в кинотеатр «Смена и дружба» на любой фильм или сеанс. Это не тот же самый, это еще у нас есть. Да. Пригласительный в Вятский художественный музей. Там у нас две выставки. Виктор Воснецов «Точка притяжения А» 0+. И персональная выставка Виктора Глухова, тоже 0+. Кроме этого, есть подарок от Музея «История народного образования». Статуэтка «Льва». Это авторская работа Зинаиды Бушковой. Книги от магазина «Читай город» традиционно. Коум Тойби, «Волшебник», 18+, Мария Абурас, Максим Крангаус, «Тысяча лет и один день», 6+, Елена Михалкова, «Ваш ход», миссис Норридж, это 16+. Так, есть у нас еще Владислав Крапивин, «Мушкетеры фея», 6+, эти книги. Так, это «Читай город». А есть еще пригласительный в Вятскую филармонию. На 14 мая в 11.00, как Мишутка, музыкантом стал, 0+. И пригласительный в галерею прогресса, выставка «Столкновения», о которой мы говорили, 12+, и выставка книжной графики художника Алексея Вайнера, 6+. Ну что, мы уже распределили, да, кто будет задавать вопросы. Вы прямо подготовились, записали. Все, Наталья, пожалуйста. Я, конечно, задам вопрос про галерею прогресса. Всем известно, что галерея прогресса открылась 13 лет назад. И какой была первая выставка, которой открылась галерея прогресса? Что за первая выставка была? В ней участвовало 8 художников свободных, вятских, кировских. Варианты даем? Варианты даем. Давайте, да, чтобы легче было наше слушание. Выставка называлась «Белый квадрат», выставка называлась «Вятка-встанька», выставка называлась «Живой журнал. Последние дни». И, кстати, насколько я понимаю, есть у нас звонок. Ну, давайте, принимайте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Марина. Марина, слышали ли вы вопрос? Да, слышали. Ну, есть ответ? Человек, который одинаково владеет правой и левой рукой, по Леонарду да Винчи, амбидекстрия называется. Да вы-то абсолютно правы, конечно, да. Просто я, видимо, вас немножко запутал. Тот вопрос, он был у нас для читателей нашего телеграм-канала, но звонок-то уже был. Да. Собственно, приз-то только один. Эти билеты мы уже вашей предшественнице вручили. Тот вопрос, который прозвучал вот прямо сейчас. Да, может, все-таки вот вы еще раз сейчас... Нет, мы не слышали, ага. А давайте вы сейчас послушайте... А повторите, пожалуйста. Да-да-да, вы сейчас давайте послушайте вопрос, Наталья, пожалуйста, еще раз. Мы вам будем подсказывать. Какая первая выставка произошла в галерее Прогресса? Собственно, галерея и открылась этой выставкой. Варианты названий. Белый квадрат, Вятка-Встанька, Живой журнал Последние дни. Вот три варианта. Что вам больше всего по душе из этих названий? Белый квадрат. Наталья? Неправильно. Ну, по правилам культпохода мы обычно даем нашим слушателям еще один шанс ответить. Ну, вот такие мы добрые. Так что у вас 50 на 50. У нас осталось два варианта. Либо это... Живой журнал. Живой журнал, либо... Вятка-Встанька. Вятка-Встанька. Марина? Вятка-Встанька. Все верно. Да? Все, вот, 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 отлично. Теперь вы абсолютная победительница программы Культпоход. Какой приз вы выбираете? Или мы вас редактору сейчас передадим сразу, чтобы с ней вы пообщались? Да, редактору хорошо. Да, давайте, да, давайте с редактором, потому что времени у нас не так уж и много. Еще есть вопросы? Мы тут можем продолжать. Георгий, да? У нас будет поближе к микрофону, чтобы... Какой первый абстракционист в России и один из первых во всем мире, уехавший из России до 17-го года, 20-го века, ну, до революции как бы. Мы, может быть, попробуем пока без вариантов? Кто-то, может быть, знает? Ну, давайте. Или сразу озвучил варианты? Как лучше? Давайте. Время есть? Давайте без вариантов. Ну, давайте попробуем. Ответь, первый абстракционист в России и во всем мире. Да, первый. То есть это очень известное. Конечно. Прям вот... Во всем мире один из первых. И мы уже неоднократно, по-моему, повторяли уже, да, в эфире, озвучивали. Да, озвучала уже эта фамилия. Вот если вы внимательно слушаете нашу программу, то действительно фамилия этого художника уже у нас звучала. По-моему, два раза минимум. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Светлана? Да, Светлана. Слышал ли? Может быть, это Василий Кандинский? Конечно, да. Вот, видите, как у нас слушатели без вариантов справляются. Минимум два раза мы уже озвучивали в эфире эту фамилию. Тогда уж пойдем по накатанной. Раз вы общаетесь по поводу призов с нашим редактором, мы вас ей и передаем. Не кладите, пожалуйста, трубку. Есть еще вопросы-то у нас? Я вам еще могу задать. Давайте, просто три минутки, да. Раз уж пошла такая история, да, давайте я задам вопрос, какая первая выставка, то есть мы говорим о авангардном искусстве, да, не о классическом искусстве. Так вот, авангардным искусством считается импрессионизм, то есть первые, в общем, кто создал вот эти произведения авангардные, это были импрессионисты. Первые, у кого поехало вот это вот. В каком году во Франции произошла первая выставка импрессионистов? И где она произошла? Ну, давайте сделаем так, что год будет ключевым ответом, да? Ну, хорошо, или год. Давайте три варианта сейчас быстро накидаем, так вот сразу. Так, подумайте, сосредоточьтесь, три варианта. То есть она произошла в выставочном зале на бульваре Капуцинок. Так. Первый вариант. Второй вариант. Она произошла в замке Фонтенбло во Франции, и она произошла на Монмартре во Франции. Ага, в Кариже. В общем, про год мы забыли, место давайте. А год у нас будет бонусом потом, Наталья, да? Есть у нас звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Да, Наталья. Наталья, слышали ли вы вопрос? Да. Да, но вот вам из трех вариантов с двух попыток предстоит правильный, да, выбрать. Монмартр, Париж, бульвар Капуцинок, и третий вариант. Фонтенбло. Фонтенбло, о. Так. Выстрел номер один. Так. Импрессионист. Какой-то Монмартр. В общем. Ну, как-то так, короче. Монмартр. Правильный, неправильный? Неправильный. Неправильный. Наталья, все, забыли первую попытку, вторую давайте. У вас 50 на 50, сейчас еще раз подскажем. Мастерская художника на бульваре Капуцинок. Да. То есть бульвар... Замок Фонтенбло. Бульвар либо замок. Вот. Что будет в замке? Ну, не получилось, получилось. Замок. Замок у нас ответ. Все-таки нет. Нет. Жалко, Наталья, да. Ну, вы уж извините сегодня. Ну, все. Сейчас бывает. Да, да. Всего доброго. Ну, получается, что у нас осталось кому-то просто дозвониться. Или год. А, или год. Можно попытать еще человека, да, попробовать год. Ну, есть у нас, по сути, да, еще одна минутка для того, чтобы... Слышу, телефон уже звонит там. Тут не надо обладать большим умом, чтобы догадаться, что же нужно озвучить. Алло. 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 Да. Как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Людмила. Людмила. Вот вариант остался, собственно, один. Возможно, вы сможете угадать еще и год. Бульвар Капуценок. Ну, это правильно. Все. Вы уже с призом у нас, получается, да, потому что так техническую у вас победу получилась. А год, может быть, еще припомните. Ну, давайте. Там гугл, я слышу, вам подсказывает. 1874-й, пусть будет. 1874-й, говорят. Самая первая, да. Да, да. 1874-й. В общем, современные технологии вам подсказали. Да, поздравляем вас тоже. И не кладите, да. Спасибо. Оставайтесь на связи с редактором нашим и выберите приз. Не кладите трубку. У нас буквально 20 секунд. Еще раз всех приглашаем, да, на выставку. Георгия. Прямо сейчас можно вот отправиться, да? Галерей же открыта сейчас. Конечно. Выходные будут открыты. Все. И, пожалуйста, до 26 июня на выставку. Но и не забывайте про арт-маркер от галерии прогресса, который пройдет на Спасской. Спасской 41А 14 мая в воскресенье. На этом культпоход завершен. Владимир, свидание. До свидания. Прощаемся.